Добрый день дорогие друзья, наш ответ однозначный, пенсионная реформа это не просто несправедливое решение, это в общем-то преступное решение, потому что по предыдущей конституции, мы знаем, что нам конституцию в одночасье поменяли, но по той конституции, по которой мы жили до прошлого года, было такое положение, что нельзя законодательно ухудшать социальное положение граждан, то есть это явно в нарушении этого принципа, в нарушении принципа социального государства. Мы знаем обещание президента, но сейчас не об этом. Казалось бы решение просто, избираемся в Думу, отменяем 350 ФЗ от 3 октября 2018 года, от повышения пенсионного возраста. Вот это будет законопроект из одной фразы. Признать утратившим силу значит 350 ФЗ. Вот, Игорь уже начал говорить об этом, я продолжу, у нас последняя продолжительность 69 лет и соответственно 60 и 65, а в Японии, например, средняя продолжительность 83 года и там 63 и 63, да, вот делайте выводы, да. Кстати, должна сказать, я кандидата коммунистической партии, должна сказать, что те страны, которые не отказались от социализма, там не только повышается пенсионный возраст, но и снижается, как мы видим в Китае и в Вьетнаме. Вот, но дело-то не в этом на самом деле. Я скажу так, что как только мы попадем в Думу, нашим первым решением будет парламентское расследование о виновных в провале пенсионной реформы, которую мы наблюдали, так сказать, в текущем режиме 20 лет. Это Зураковская реформа, так называемая, накопительные пенсии, когда просто частные пенсионные фонды прокрутили триллионы рублей, да, просто обокрали нас, да. Это вот был первый этап нашей пенсионной реформы. Это будет парламентское расследование, будет суд, и я уверена, что, так сказать, ну, в небесный суд я отресть не верю, я верю, что он будет на земле и очень скоро. Вот, значит, мы думаем, что пока, пока, пока еще, так сказать, у нас нет большинства в Госдуме, мы должны принять закон об инфляции, да, значит, о том, что пенсия инфиксируется на размер инфляции, безусловно, и приравниваем детей войны к ветеранам войны. Вот, коротенечко, потом выгодно. Ну, спасибо. Вот эта тема, я не понимаю, почему у нас, вот слышишь, имеют такие большие и высокие пенсии. Вот, те же самые милициональные, они, не знаю, на них работают, если у них пенсии, они по-другому совершают, ну, вот, что делать с ними? Ну, допустим, ты пройдешь в Господь Универатора, ну, кто-то из нас пройдет, что будем делать с ними? Да, да, я поняла, так сказать, тонкий намет Владислава, могу рассказать печальную историю. Значит, Владислав намекал на то, что я, как бывший, так сказать, депутат Госдумы, ну, бывших не бывает, да, мы себя называем депутат Госдумы Второго Созыва. Вот, значит, был действительно такой закон, принятый Государственной Думой, значит, Второго Созыва, а, значит, в том, что бывшие депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, значит, получают министерскую пенсию, да, пенсию приравненную к пенсии Федерального Министка, вот, пенсионное не случилось. Вот, но, значит, для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению, значит, замечательная фракция «Единая Россия» меня этой министерской пенсии лишила, так что я теперь сижу с вами, значит, как обычный простой советский человек, вот, без всяких льгот, значит, они поменяли закон, значит, там теперь это распространяется не на всех бывших депутатов, а на тех, кто работал в Думе два раза. Я работал в Думе один срок, так что моя министерская пенсия пролетела перед моим носом, как поярный парень, и, в общем-то, в этом есть свои плюсы, потому что, по крайней мере, ни в чем не упрекнув, вот, но в целом, конечно, значит, я здесь согласна больше с Алексеем, действительно, в этом есть признаки сегрегации, потому что отдельные категории граждан у нас, да, как по лору, да, все звери равны, но некоторые ровнее, и, кстати, углубляясь вот в вопрос, который сейчас обсуждали ребята, там тоже не так все просто, значит, в пенсионном обеспечении поразили именно военнослужащих, именно, значит, военнослужащих вооруженных сил, но не госбезопасность, не Росглавию, кстати, то есть здесь тоже, здесь даже, даже среди силовиков, то есть, кто людей защищает своей кровью, да, вот они потеряли солидный кусок пенсионного обеспечения, а кто людей бьет, так сказать, на улицах, да, вот они не потеряли, вот, я считаю это действительно несправедливо, вот, я на самом деле, так сказать, ну, понятно, что я как коммунист, я адепт советского, так сказать, принципа, да, значит, там тоже не все получали одинаковую пенсию, но, тем не менее, там исключительно за 8-го лет, значит, была за стаж, да, то есть вот эта вот дифференциация, вот, ну, в ученую степень, да, 120 рублей, вы знаете, 132 рубля была максимальная пенсия, значит, это вот для самого-самого уменьшенного, так сказать, всеми регалиями человека, вот, мне кажется, что действительно, значит, мы в своем, в ходе своего пенсионного реформирования должны придерживаться этого принципа, вот, тем более мы должны учитывать, что очень многие, как говорится, сходили во власть, не то, что там работали, да, вот, так, всю жизнь, да, вот, а просто, значит, мы побывали там с кем-то, да, значит, здесь как трамплин, да, вот, просто как повод для зарабатывания вот этой самой пенсии. Может быть, они полгода там проработаны на этом рабочем месте, вот, поэтому мне кажется, действительно, Владислав совершенно правильно говорит, это полученный принцип, и в случае, так сказать, если мы окажемся в Думе, мы, конечно, этим вопросом займемся. В сторону, так сказать, эгалитаризма, да, есть такое слово, вот, то есть не должно быть жесткой, вот такой жесткой и вопиющей, бросающейся в глаза сегрегации, вот, я думаю, что кроме, ну, там, на Кипре все равно, значит, пенсия у него там 19 тысяч или 80, вот, зачем жалуются, что ей там не считают 20, вот, я думаю, кроме, ну, на Кипре все равно, но миллионам людей не все равно, да, поэтому вот принцип, который мы должны положить в основу своей деятельности, это принцип равных конституционных прав граждан, в том числе и на пенсионных. Я этот вопрос адресую Дарьи Митиной, но думаю, что вы тоже сможете присоединиться к ответу. К сожалению, мы много лет, практически с нулевых, наблюдаем, как оппозиционные партии стремятся своими кандидатами попасть в Госдуму, но на выходе мы наблюдаем 10-20 человек, ну, плюс парламентские партии, которые не имеют парламентского большинства. На ваш взгляд, эту историю надо продолжать в этом режиме, когда несколько человек стремится в Думу, но, давайте честно скажем, ничего там не сможет изменить, по количеству не сможет изменить, или все-таки у вас есть взгляд на то, как изменить ситуацию, а не заниматься бесконечными выборами, в результате которых победителем будет только одна партия. Ваш взгляд на эти ситуации. — Большое спасибо, коллеги, за вопрос, хотя, наверное, этот вопрос вообще в наименьшей степени адресован мне, потому что я как коммунист, да, и говорили мы об партии коммунистской России, говорили мы об обедненной коммунистической партии, которую я представляю, мы в принципе против системы буржуазного парламентаризма. Мы вообще-то, что в программе ОКП, что в программе КПКР записано вообще-то про советскую власть. Поэтому, как мы к этому относимся, это вопрос слегка риторический. Более того, когда оппозиция, левая оппозиция, коммунистическая оппозиция в Думе имела большинство, в славные, так сказать, второй половины 90-х, вот, собственно говоря, первый вопрос, который мы ставили, на который мы потом базировали, так сказать, предложение об эпичменте, это вопрос об упразднении хвоста президента. То есть мы как бы за снос всей этой буржуазной системы. Вот я сейчас, так сказать, конечно, рискую там попасть под разные статьи, да, но мы, да, мы против, так сказать, той социально-политической системы, которая записана у нас в этой, так сказать, протащенной конституции, которая, так сказать, на крови принималась в расстреливаемом Белом доме, естественно, понятно, что мы против этого. Вот, но поскольку, так сказать, мы сидим в своем вот этом гетто, да, максимум 100 депутатов, значит, мы можем об этом говорить, но вы совершенно правы, у нас, как бы, система, она предрешена заранее, у нас есть конституционное большинство, так называемые 300 голосов, значит, задача максимума власти, вот эта задача, которую она перед собой ставит и каждый раз реализует, это выбрать вот эти 300 голосов плюс несколько, да, чтобы иметь монопольное влияние на принятие конституционных законов. А именно конституционными законами регулируются все основополагающие, так сказать, сферы нашей жизни, в том числе и политические системы. То есть априори мы ее изменить не можем, если будем сидеть и квакать, так сказать, в этом оппозиционном гетто и дальше. Совершенно справедливо, поэтому вы понимаете, почему мы, так сказать, советские власти и так далее. Но даже если идти путем точечного улучшайзинга, например, обратите внимание, что все законы, которые ущемляют, дискриминируют оппозицию, которые лишают ее голоса даже в том ублюдочном парламенте, который мы имеем, все законы, которые фактически девальмируют парламентализм как таковой, все законы, которые, так сказать, лишают человека права высказываться и партии, соответственно, права высказываться, они приняты вот в последнее, так сказать, десятилетие, да, в последние две каденции, так сказать, нашего замечательного президента. Вот, вот та самая оттепель, на которую молились, да, там, в 10-11 году, она очень быстро закончилась, и с ней закончились надежды и иллюзии. Вот, поэтому у меня, к сожалению, прогноз пессимистический. Компания еще фактически не началась, еще два месяца, вот, но по ее ходу мы видим, что, так сказать, выборы дискредитированы как таковые. Я просто объясняю зрителям, что вот то, в чем вот в этом участке, вот в этом полагании, это никакие не понимают. И вы должны это понимать. Я не призываю, так сказать, к бойкоту, я не призываю, так сказать, отказываться от своего гражданского долга, нет. Мы должны прийти и проголосовать хотя бы для того, чтобы у наших власть-продолжающих была объективная социологическая картинка. Мы должны показать, значит, средний палец власти, чтобы она понимала, как мы к этому всему относимся. И в этом плане, конечно, мы должны на выбор прийти. Но не питайте иллюзией, что вот те результаты, которые вы узнаете 20 сентября, это какие-то репрезентативные, адекватные, так сказать, результаты. Вот, кроме того, что власть имеет все рычаги для того, чтобы, так сказать, эти выборы прошли в одну калитку, более того, она теперь еще и полюбила тактику договорничков, милых договорничков, значит, с парламентской оппозицией. Почему ее здесь нет? Потому что неизбежно ей вы задали этот вопрос. Почему вы договариваетесь, распиливаете вот эти округа, расторговываете, да, и в итоге вот этот огромный четырехглавный левиафан пролезает в дуру? Конечно, мы бы спросили об этом. Вот вам и ответ, кстати, почему здесь нет представителей парламентских партий. Так что, конечно, ну, я, наверное, радикально выразилась, но я думала, что в той или иной форме, с теми иными, так сказать, нюансами и коннотациями, провели меня подверг. Друзья, надо понимать, на самом деле, что никакая пенсионная реформа, кто бы ее не проводил, и какие бы принципы не положены были бы в ее слову, она не заработает без коренного реформирования трудового законодательства. Потому что, поймите правильно, с той долей теневой занятости, которая у нас сейчас есть в стране, у нас же большая часть страны, это стоит, работает официально неоформлено. У нас теневая экономика, да? Поэтому на выходе, вот еще многие об этом не задумываются, особенно кто помоложе, мы с вами будем иметь социальную пенсию в пять тысяч рублей, как говорится, и ни в чем себе не отказываем. Я, кстати, отношу это ко многим, так сказать, сидящим здесь в зале. Поэтому, на самом деле, даже та индексация вот этого базового коэффициента, да, который применяется в расчетах, индексация базовой цифры, это минимум-миниморум, это чистые копейки, да? Вот этот пенсионный балл, это 87 рублей, да? Ну, индексация 6% в год. Вы понимаете, что это копейки, которые, в общем-то, даже, они не надо брать в расчет. Поэтому без реформирования трудового законодательства никакая пенсионная реформа ни у кого не получится. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok